Футбольное поле на Спартаке приведут в соответствии требованиям спортивной сертификации. Такое решение было принято в ходе личного приема граждан губернатором Владимиром Солдовым. Руководитель Первой футбольной академии обратился к главе региона с просьбой помочь. Выполнение требований позволит проводить на стадионе региональные всероссийские соревнования. Все команды Дальнего Востока приезжают к нам в наши стены, проводят матчи. Все делегаты, которые от РФС, Российского футбольного союза были на Спартаке, на нашем стадионе, на нашем парке, они в глубочайшем восторге. Они просят, чтобы мы оградили, то есть поставили забор по периметру, иначе они просто не продлят нам на следующий год. И наши мальчишки, то есть футбол, который мы начали возрождать, да, и который мы вот живем все так трепетно к нему дышим, может получиться такая штука, что из-за забора, из-за забора, которого мы, к сожалению, не имеем, мы все мечты, возможно, наших будущих чемпионов, то есть мы это можем просто потерять. Владимир Солдов поручил проработать вопрос возведения ограждений вокруг футбольного поля, которое можно было бы выстраивать на период проведения соревнований. Какая конфигурация, с одной стороны, не будет мешать, будет минимально мешать. Все раз, вот я, например, в футбол последнее время не играю, я бегаю. Мне вот комфортно бегать без заборов, чтобы можно было по стадиону побегать, потом по большому этому, потом вокруг Култучного озера. И вот как-то, чтобы и эта возможность сохранялась, но при этом требования аттестационные, конечно, были соблюдены, и у нас ни в коем случае ребята не потеряли возможность соревнований проводить на этом ключевом объекте. Также с вопросом о развитии спортивной инфраструктуры к губернатору обратились из поселка Нагорный Елизовского района. Там ждут реконструкции стадиона. Сейчас он в удручающем состоянии. Это поле очень широко используется у нас в поселении, не только детьми, это и пожилые, пожилые ходят, и пенсионеры, и все ходят, и финской ходьбой занимаются, и футбольным. Я всю жизнь живу в Нагорном, были и соревнования, и приезжали из края, проводились соревнования не только наши местные. Зимой у нас была, вот мы первый год провели на Овачинской лыжне, то есть у меня ребенок три года, она первый раз на лыжи встала. В прошлом году стадион не вошел в проект «Решаем вместе». В голосовании этого года жители решили продолжить благоустройство другого, уже возведенного объекта. Это не означает, что стадион мы не будем делать, но просто чтобы сейчас решение принять. Потому что, может быть, пока мы еще на следующий год, допустим, окончательное решение не принято, но до 5 октября у нас. Может быть, например, мы с жителями переговорим, чтобы эти средства тоже нам на стадион направить, добавить их. И что в следующем году уже мы стадион в первую часть привели, ну, с пониманием со сметы, а дальше уже к нему добавляли и развивали. Понятно, что это место такое, но одно из немногих, где нам нужно стадионы в Елизовском районе сделать. Также в ходе приема граждан поднимался вопрос о благоустройстве сквера студенческий в Петропавловске. В этом году там начали проектировать подпорные стенки. В октябре планируется провести встречу с общественниками, чтобы обсудить проект сквера и сроки его строительства. Напомним, граждане могут записаться на прием к губернатору через единую приемную, адрес на экране, а также обратиться к главе региона через портал «Камчатка в порядке». Информационное агентство «Камчатка». Продолжение следует...